Друзья, всем привет! С вами я, Эдскрайбер, и сегодня у нас микро-обзор Redmi 7. Очередной бюджетник от компании Xiaomi, но есть небольшие отличия. Все-таки раньше бюджетники от компании Xiaomi были немножечко поменьше в габаритах. Здесь все по-другому. Экран 6,26 дюйма, IPS-матрица, HD+, разрешение. Вот это, кстати, одно из самых больших отличий. То есть разрешение не такое большое. 269 ppi. Стекло-кординг Gorilla Glass 5-го поколения. Но в целом вот экран немного будет хуже по изображению. Но обратите внимание на дизайн, это повторение Redmi Note 7. Та же самая капелька сверху, снизу небольшая борода. Но в общем у Xiaomi всегда так. То есть они выпустили в начале года один смартфон и потом заточили всю линейку, по сути, под них. Раньше линейки Redmi и Redmi Note отличались тем, что Note был гораздо больше по габаритам и, в принципе, по экрану. А линейка Redmi была немножечко меньше. Здесь сейчас эта разница совсем падает и ее почти что нет. По процессору, здесь, кстати, новый процессор 632 Snapdragon, видеоскоритель Adreno 506. Процессор, построенный по 14-нанометровому техпроцессу. В Antutu убивает приблизительно около 102 тысяч баллов. Для бюджетной модели, друзья, ну это, в принципе, очень даже ок. Версии есть на 2.16, 3.32, 4.64. Здесь вот Xiaomi распилили все очень правильно. То есть 2.16, самый дешевый, 4.64, самый дорогой, наверное, и самый правильный будет вариант. MicroSD можно сюда установить, 256 гигабайт флешечку. NFC, друзья, есть ли в этом телефоне? Наверное, правильный ответ знает каждый из вас. NFC здесь нет. USB-C есть? Нет, а здесь microUSB. Bluetooth 5.0, миниджек, кстати, присутствует, это отлично. И их порт сверху тоже есть, не забыли об этом. По камерам здесь гораздо все хуже, потому что на камеры не обращали внимания. На презентации, и скорее всего, это камеры от компании OmniVision. Это, наверное, и не Samsung, и не Sony, потому что компания Xiaomi непременно бы об этом упомянула. Но так как они об этом не сказали, то, скорее всего, OmniVision, основной модуль на 12 мегапикселей, F2.2, то есть светосила не очень хорошая, плюс дополнительный модуль на 2 мегапикселя. И фронтальчиков здесь на 8 мегапикселей. Сканер отпечатков есть на задней крышке. Батареи на 4000 мАч, и здесь вот отлично, все, все, молодцы, вообще хорошо сделали. То есть вот эту батарею стали пихать абсолютно во все телефоны. Бюджетники, среднебюджетники, все, 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 и это очень отлично. И защита от брызг P2i. Ну, это такая защита от брызг, просто одно название, на самом деле. Будет она работать или нет, скорее всего, нет. А с коробочки у нас идет Android 9 Pie, MIUI 10. И вот это тоже очень хорошая новость, потому что, ну, молодцы, сразу же девятку Android. То есть видно, что за телефонами следят. По габаритам здесь высота 158,7, ширина 76,4 и толщина 8,5. В принципе, это нормальные размеры для 2019 года, вполне себе такие стандартные. Так, самое главное, друзья, по ценникам. Ценник 2.16 стоит около 104 долларов, но по сути, по факту мы будем иметь приблизительно 140 долларов. Версия 3.32, 119 долларов, по факту будем иметь около 165 долларов. И версия 4.64, наверное, самая правильная версия, 148 долларов, а по факту будет 190 долларов. Вот такой, друзья, телефон. А кому будет интересен этот телефон? Вообще, первая заявка, которая была у компании Redmi, это 100-долларовый телефон. Вот, когда сделают его действительно 100-долларовым телефоном, это будет реально классный телефон. То есть это замена Redmi 6, Redmi 6A, Redmi 5 и Redmi 5 Plus тоже канут в лету, потому что, в принципе, вот конкурент в лице Redmi 7 его будет съедать. И по камерам, скорее всего, друзья, здесь модули будут стоять точно такие же, как на Redmi 6. Улучшений в этом плане не предвидится, потому что светосила 2.2, то есть не совсем большая. Ну, такие стандартные, проходные, бюджетные будут камеры для этого телефона. Друзья, с вами был я, Эдскрайбер. Подписывайтесь обязательно на этот канал, ставьте лайк этому видео. Всем хорошего настроения, всем пока-пока.